Всем привет! В прошлом видео мы разобрались, как работают обычные батарейки, а сегодня расскажу об их следующем этапе развития – аккумуляторах. Не тех, что в смартфонах, а вот таких формата 2А. Как им удается работать после сотен зарядок и как заряжать их правильно, чтобы они прожили максимально долго. Итак, каким образом удалось сделать батарейку многоразовой? Вы уже знаете, что поток электронов от анода забивает до отказа ее положительно заряженную часть и работа останавливается. Секрет аккумуляторов в особой комбинации материалов, которые позволяют сделать этот процесс обратимым. Когда в цепь вместо потребителя подключается зарядка, она пропускает ток в обратном направлении, что запускает химическую реакцию восстановления. Электроны возвращаются обратно и анод с катодом восстанавливается до исходного состояния. Причем на это способны не один или два типа материала, а буквально десятки. Вон сколько их. Но сейчас нас интересует только один. Вот этот, самый популярный на данный момент. Да, есть еще радиорынки, где на вопрос, а покажите мне какие-нибудь хорошие аккумуляторы, тебе оцепят что-то типа такого и скажут выбирай. Но даже в этом случае добрая половина окажется никель-металлогидридными аккумуляторами. Узнать их можно по соответствующей маркировке на корпусе. До недавнего времени у этого типа аккумуляторов был ряд недостатков, в частности, довольно высокий саморазряд. Когда их оставляли просто без нагрузки лежать где-то в ящике, то за первые сутки после зарядки аккумулятор терял до 10% емкости, а после по 0,5% в день. В 2005-м фирма Sanyo решила эту проблему, представив первые никель-металлогидридные аккумуляторы с низким саморазрядом. Марку назвали Anyloop, потерю емкости снизили до ничтожных 0,04%, максимум 0,1%. Позже компанию и, следовательно, марку Anyloop купила Panasonic, а остальные производители разработали свои аналоги этой технологии. С английского она именуется как LSD and IMH, не путать с наркотическими веществами. Одни ее указывают, другие нет, но именно она сейчас доминирует на рынке. Новая приставка в названии избавила такие аккумуляторы от многих недостатков, но тем не менее мифы о них остались. Сейчас разберемся с самыми популярными из них. Миф появился на почве саморазряда, о котором я только что рассказывала. Действительно, старые никель-металлогидридные аккумуляторы можно было поместить в холодильник и тем самым снизить этот эффект. Современные же источники даже спустя год простоя могут выдать около 85% от заявленной емкости, так что прятать их в мороз не нужно. Есть и обратный миф, что они катастрофически боятся холода. Влияние действительно есть, но несущественное. У хороших экземпляров даже при минус 20 номинальная мощность просаживается всего на 10-12%, тогда как у обычных никель-металлогидридных на 20-30%. Еще есть заблуждение, что с мощными устройствами аккумуляторы не могут отдать заявленную емкость, плюс они быстрее изнашиваются. На самом же деле, наоборот, они как раз и созданы для мощной техники с большим энергопотреблением, например, вспышек, здоровых фонарей и тому подобного. И неважно, быстро они сядут или нет, у них есть определенное число циклов зарядки-разрядки, в среднем около полтысячи. Для никель-металлогидридных аккумуляторов это отчасти правда. Некоторые производители заявляют, что у их аккумов нет эффекта памяти. Их можно заряжать как хочешь, полностью разряженные или чуть-чуть севшие, неважно. Кто-то говорит, что годами пользуются таким типом и эффект памяти есть. Поэтому перед зарядкой нужно разрядить аккумулятор в ноль, иначе он запомнит меньшую емкость. Еще есть фактор самого зарядного устройства. Хорошие заряжают определенными токами и в общем настроены на то, чтобы беречь аккумуляторы. Поэтому скажу так, если сам производитель говорит, что заряжать можно как угодно, пользуйтесь так, как вам удобно. Желательно при этом использовать нормальную зарядку той же фирмы. Если же не говорится об эффекте отсутствия памяти и зарядка какая-то простая, то лучше стараться разряжать их в ноль. Аккумуляторам такого типа хуже точно не будет. Вдруг так не всегда получается, то хотя бы раз в 10 зарядок проводить цикл полный разряд-заряд-разряд-заряд. Последний миф. Никель-металлогидридный аккумулятор нельзя оставлять надолго на зарядке, мол он перегревается и деградирует. Опять же, все зависит от используемой зарядки. Если говорить о каком-то жестком Китае, то за такие станции никто ручаться не будет. Но хорошие зарядки, кроме того, что правильно заряжают, еще оснащены датчиками, которые вовремя отключают процесс. Пишите в комментариях, что для себя выбираете вы, аккумуляторы или все же батарейки. Также пишите, каким именно типом этих источников пользуетесь и как он себя показывает. Мы вот для звука гоняем никель-металлогидридные аккумуляторы, иначе на батарейках уже разорились бы. Всем довольны. Операторы говорят, что эффекта памяти у них нет, но все равно разряжают их в ноль и сразу меняют на второй комплект, пока первый заряжается. Кстати, посмотрите видео об остальной технике, которую мы используем для съемок и первую часть про батарейки, если пропустили. На этом все, спасибо за просмотр. Если подчеркнули для себя что-то полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокол, он напомнит о новых видео. Пока!